Повысить уровень финансовой грамотности у людей с ограниченными возможностями. Представители регионального отделения Банка России презентовали Республиканскому отделению Всероссийского общества слепых уникальные книги по финансовой культуре, напечатанные шрифтом Брайля, предназначенные для незрячих и слабовидящих людей. На презентации изданий ПВАЛ и Алихан Левшоков. Псевтопрофессиональные участники финансового рынка. Вот так с помощью рельефно-точечного шрифта, созданного Брайлем Татьяна Сорокина, прочитывает книгу «Финансовая культура». Благодаря его изобретению тысячи людей, потерявшие зрение, получили возможность развиваться, читать и даже играть музыку по нотам. В уникальном издании «Финансовая культура» можно узнать необходимую информацию о ключевых темах финансовой грамотности и, в частности, о том, как противостоять телефонным и кибермошенникам. Буду знать, с чем мне придется столкнуться, если что, кредиты все вдруг взять захочу, чтобы я понимала, какие могут быть трудности. Ну, в общем, да, чтобы можно было потом решить эти проблемы, чтобы уже я как бы знала. Представители регионального отделения Банка России передали Карачао-Черкесскому региональному отделению Всероссийского общества слепых пять комплектов книг «Финансовая культура» в двух томах. В свою очередь, председатель регионального отделения ВОЗ Сергей Дубовик поблагодарил сотрудников банка и отметил важность таких изданий для развития финансовой грамотности у незрячих и слабовидящих людей. Финансовая грамотность очень важна, особенно для незрячих людей и в республике, и вообще в нашей стране. Вот Нацбанк обращает на это внимание и помогает нам в этом плане, конечно. Мы эту литературу распространяем, местные организации отдаем. Там у нас есть секретари, которые могут помочь инвалиду, прочесть. И по правилу уже тогда, кому интересно, они берут домой. Важно отметить, что Банк России презентует такие издания во всех регионах СКФО и Южного федерального округа. Качество соответствует самым высоким стандартам. Эта книга своего рода учебник по финансовой грамотности для людей с ограниченными возможностями здоровья. Банк России уделяет большое внимание вопросам повышения финансовой грамотности различных слоев населения. Однако такие стандартные материалы, как публикации, статьи, проспекты и плакаты, они, к сожалению, доступны людям с ослабленным зрением. Устранить эту проблему призван просветительский проект Банка России. В 2020 году был выпущен комплект аудиолекций «Финансовая культура», а теперь этот же материал представлен в двухтомном издании, печатном издании, выполненном шрифтом Брайвера. Теперь эти книги можно взять с собой и проводить по ним уроки финансовой грамотности, отмечают представители общества слепых. Аня Ханепшоков, Максим Долгов, Вести Карачаева, Черкесия.